Аксенов с семьей сбежал из Крыма, а Россия поспешно вывозит авиацию на материк или же перебрасывает вглубь Крыма. Все это свидетельствует о большой панике после ударов ВСУ по базе в Джанко и по другим объектам. Дрожащие крысы побежали с полуострова. Первыми бегут российские военные офицеры и их семьи, члены так называемого крымского правительства. Бросают все. Убегают налегке. И Украина еще толком ничего не начинала. Но бахнули пару раз по складам. Сейчас все походит на то, что россияне в Крыму в скором времени могут совершить такой же акт доброй воли, как это было с островом Змеиной. Кстати, Змеиной по своей форме очень напоминает полуостров Крым. Заметьте, официально США нам еще не передавали ракеты от Акамс на 300 километров. Поэтому Аксенов и его свора пребывают в замешательстве. Они не могут понять, что происходит и боятся, что в одно прекрасное раннее утро в их домик прилетит ракета и в небе заведнеется большой грибовидный столб дыма, как это было в Джанкое. 17 августа Россия в Крыму переместила 14 вертолетов и 14 самолетов. Некоторые из них были отправлены на материк, а другие перебазированы в более безопасные места. Рой засуетился бояться повторных ударов. Никто не знает, куда прилетит в следующий раз. А тем временем около Крымского моста поставили блокпост. Досматривают всех выезжающих из полуострова. Спрашивают причины выезда, зачем и куда едут люди. Подозрительных лиц берут на карандаш. Сам Аксенов с Крыма сбежал. Пожелал всем хорошего настроения и счастливо оставаться. Сейчас он в Ростове с семьей живет в дорогой гостинице. А обычным крымчанам желает не бояться и сохранять спокойствие. Крымский мост надежно защищен самым аналогов в мире нет НМПВО.